Три в кубе плюс корень из трёх плюс е нот в степени мяу равно икс у. Привет! Сегодня я расскажу о самом точном предсказателе всех времён, который строит свои прогнозы не на божественных откровениях и чёрной магии, а на строгой математике. С одной стороны, казалось бы, ну сколько можно обсуждать бесконечных балаболов, которые если что-то и могут предсказать, то исключительно постфактум, а в обычной ситуации они даже не угадают, что будут есть на завтрак. Но с другой стороны, сегодня у меня не обычный балабол, а прям динозавр предсказательного цеха, который ещё во времена Советского Союза придумал новую науку для прогнозов на все случаи жизни. От вероятности попасть в аварию до даты рождения следующего президента России. Знакомьтесь, Сиддик Афган. Ещё никогда не обсуждали, и у нас никогда в студии не было Мухаммеда Сиддика Афгана. Он философ, математик, академик и должен сказать, что он признан достоянием человечества. Сиддик, вы изобрели формулу будущего. Как далеко вы заглянули? До какого года? Я до 2065 года. 22 века у меня всё расширено. Всё записано, смотрите, аж до 2065 года. Для мира современных оракулов и провидцев Сиддик Афган – это как Павел Глоба, только с аурой серьёзного профессора математики. Один из самых старых представителей мистической профессии, который последние годы словно обрёл вторую волну популярности. Он буквально заполонил с собой эфиры госканалов. О нём говорят как о талантливом математике и пророке. А его появление предсказывала сама Ванга. Именно на востоке, в Афганистане, великое ясновидящее предрекла появление нового прорицателя, который займёт её место. Придёт математик, который предскажет всё. Слушайте его. На ютубе Афган тоже собирает нормально так просмотров. И под каждым видео можно найти сотни комментариев с благодарностями. Откуда такая точность? Почему ни у кого прогнозы не сбываются, а у Сидика Афгана сбываются? А потому что он использует не магию Таро и хрустальные шары, а строгую математику и чёткие формулы. Так что это значит? Будущее действительно можно предсказать? И без всяких там намёков на экстрасенсорику? Это новая наука, влюбили. И в 50 лет я первый раз открыл новый формул. Что ж, давайте разберёмся, что за науку придумал Сидик Афган, и работает ли она на самом деле. Так, друзья, кажется, ответ-то неправильный. Вот. Это настоящее число. Знаете, что это такое? Нет. Это, друзья мои, число месяцев. Сколько будет длиться царство Антихриста из книги Иоанна Богослова «Апокалипсис»? Ну или ответ на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого из фантастического романа Дугласа Адамса. Но в реальности не фантастической люди ищут ответы на более насущные вопросы. Вот, например, как часто вас посещают мысли о том, что пора что-то менять в жизни? Обучиться новым хобби, переехать или сменить профессию? Последнее особенно пугает. Страшно ошибиться с выбором, потерять имеющийся доход и не найти работу. Поэтому, прежде чем решиться на скачок в неизвестность, начните с малого. Если вы хоть раз задумывались о том, чтобы попробовать себя в IT, рекомендую бесплатный проект IT Rengen от Skill Factory. Он рассчитан на новичков, на тех, кто еще не понимает, кем можно стать в этой сфере, у кого есть сомнения, что IT вообще ему подойдет. Сначала вас ждет небольшой тест. Он определит подходящий вам путь в IT. А 22 ноября в 19.00 подключайтесь к прямому эфиру. Он не займет много времени. Полтора часа и вся информация по полочкам. Опытные айтишники расскажут, как сейчас войти в сферу, какие профессии наиболее востребованы и сколько на самом деле зарабатывают в IT. Вы узнаете не только о плюсах, но и о минусах. А самое главное, определитесь с будущей профессией и сделайте в ней первые шаги. Во время эфира вы сможете выиграть сертификат на обучение. Регистрируйтесь бесплатно по ссылке в описании или отсканируйте этот QR-код. Более 150 тысяч человек уже нашли свое место в IT благодаря этому проекту. Начните свой путь и вы. Это великий математик с мировым именем, который с одинаковой легкостью заглядывает в прошлое и будущее. Мухаммад Сиддик Кадамани родился в Афганистане в 1957 году. В зрелом возрасте он решил поменять фамилию на Афган в память о событиях афганской войны. С детства с ним происходили всякие чудеса. Я мертвый родился, все знают, меня похоронили, потом там плакал, меня принесли, это все знают. Мало кто знает, что я появился на свет без признаков жизни. Это мне недавно рассказали маточка, родившая меня дома. Через несколько часов собрали из родственника, чтобы похоронить меня, когда труп их принесла на кладбище. Я вдруг заплакал и стал жить в лше. Также у мальчика быстро обнаружился талант к математике. Как вы учились в школе? В школе я был двушник, только в математике хорошо понимал физика. Я был на четвертом классе, и сразу я понимал задачу пятую, шестую, в четвертом классе. Был в восемь классе, я решил антигрейное уравление. Уже в старшей школе Сидик вывел формулу для решения обратного бинома Ньютона. Даже профессиональные ученые не могли справиться с этой задачей, а наш Вундеркин щелкнул ее как орешек, еще даже не поступив в университет. Вы доказали обратную формулу бинома Ньютона? Да. Которая используется для космоса. В восемнадцать лет он провел свое первое научное исследование и послал его не на кафедру, не в научный журнал, а почему-то сразу в ООН. Затем некая группа ООНовских математиков изучила работу юного гения и была потрясена. Сидику в Афганистан отправили официальное письмо, что его исследование зарегистрировано ни много ни мало как новая страница в истории математики. Потом слава Сидика дошла до США. Да, ученые из Национальной ассоциации математиков при Техасском университете обратились к телекомпании IBC, чтобы они пригласили Сидика в страну и устроили проверку. Молодому таланту предстояло сразиться с самым мощным на тот момент компьютером. Он должен был на скорость ответить на 400 сложных математических вопросов. И в итоге не только обогнал супермашину, но и опередил ее на 6 минут. Да, это была середина 70-х, компьютеры были послабее, чем сейчас, но результат все равно впечатляющий. Вообще, конечно, испытание выглядело странно. Не как научные исследования, а как телешоу. Сидика признали победителем, подарили ему Форд Мустанг и включили в список ЮНЕСКО, как достояние человечества. Согласитесь, все это звучит подозрительно. Ну ладно, мало ли, как оно там все работало в 70-е. Может, действительно, кандидатов в гении заставляли бороться с машиной, а потом выдавали Форд, медаль и отправляли в Асфояси, а не предлагали место на кафедре или в научной группе. Ладно, давайте пока подождем со своим скепсисом. Итак, после школы Сидик Афган стал первым в истории Афганистана студентом специального факультета математики в Политехническом институте в Кабуле. И всего за два года сумел освоить весь учебный курс. В возрасте 24-х лет Сидик покинул родной Афганистан и отправился получать высшее образование в СССР. Как думаете, куда должен был поступить гений, наследие человечества, отмеченный благодарностью ООН? МГУ? МИФИ? Нет, лучше! Липецкий педагогический университет, где получил диплом магистра. Потом, в 88-м году Сидик перебрался в Ленинград, где также поступил в ПЕД, который сегодня ПЕД имени Герцена. Там он отыщился в аспирантуре. А спустя два года Сидик Афган сделал главное открытие своей жизни, заложил основы новой науки – философской математики. Идея была в том, что цифры нужно рассматривать не только с точки зрения абстрактных математических символов. По утверждению Сидика, любая числовая комбинация несет в себе огромное количество информации, которое позволяет спрогнозировать любое событие практически со стопроцентной точностью. Любое событие – это совсем любое. Теория Сидика настолько универсальна, что может предсказывать и события из личной жизни, и происшествия глобального масштаба. Например, войны, теракты или наводнения. Короче говоря, его теория стала уникальным явлением в научном мире. И, разумеется, ученый тут же с помощью своего открытия принялся делать предсказания для Советского Союза. И, разумеется, эти предсказания поражали своей точностью. На волне первого успеха Сидик Афган стал автором нескольких научных трудов. Выглядит солидно и наукообразно. Тут должен возникнуть вопрос – а с чего это вдруг ученого-математика заинтересовали предсказания? Ведь ученые в целом скептично относятся к разной мистике и паранормальщине. Дело тут было в личных причинах и заморочках Сидика. 17 лет он якобы предвидел падение монархии в Афганистане. А потом его посетило видение, что он попадает в аварию. И представьте себе, всего через несколько часов Сидик действительно попал в аварию и разбил подаренный американцами форм. Короче говоря, Сидик, очевидно, считал, что действительно каким-то образом может видеть будущее. И поэтому во взрослом возрасте его не покидало желание найти под это какую-то научную основу. Сразу оговариваю важный момент. Я не угадываю – судьба людей или городов с астрономами. Я лишь прогнозирую. Прогнозирую на основу числовых графиков, формулу которой – выбить благодаря логико-математическому дару от сырочных лет. Звучит так, как будто он все это вывел с помощью гвоздодера и такой-то мастери. Вроде бы объяснение, но которое ничего не объясняет. Ну а дальше случились 90-е. Ванга, Кашпировский и прочие заряжатели банок. Неудивительно, что спрос на предсказания таинственного афганского профессора математики тоже оказался высок. Его называли Нострадамусом современности, пересказывали удивительную биографию, утверждали, что Сидик может разгадать судьбу каждого человека всего за 30 минут. В 68-м году вы замуж шли? В каком? В 68-м. Правильно. В общем-то, так Сидик Афган попал в струю. За советом к нему обращались не только обычные люди, но и знаменитости. Он раздавал интервью, писал книги, выступал. А через 20 лет его успехи снова признали на мировой арене. В 2012-м он получил звание Человека Года по версии Кембриджа. Даже прислали удостоверение и медаль. В том же году Сидик был номинирован на премию Международный преподаватель года и получил награду Салют Величию. Короче говоря, успех и международное признание кажутся очевидными. История жизни Афгана звучит как что-то невероятное. Награды, достижения, уникальные открытия. Но может быть это и есть что-то невероятное? В смысле то, чего не может быть. И если начать изучать биографию Сидика внимательней, то быстро понимаешь, что это все выдуманные истории, о которых невозможно молчать. Во-первых, биография Сидика фактически написана с его же слов. Вы скажете, да, он мог приукрасить, но ведь он упоминает и точные факты, которые легко проверить. Было бы глупо врать там, где малейший фактчекинг обнаружит, что профессор брешет. Но гениальный математик оказался недостаточно смышленным, чтобы сделать свои кулстории хотя бы чуть-чуть похожими на правду. Возможно, потому что, когда он начинал, не было этих ваших интернетов, где кто угодно в два клика может проверить любую информацию. Итак, разбирать историю его воскрешения после смерти в младенчестве я даже не буду. Тут и дураку понятно, что Сидик, скорее всего, это выдумал. Роды проходили дома, медицинских заключений никаких нет. Впрочем, даже если бы это было правдой, на суть истории это никак не влияет. Лучше обратимся к событиям его юности. Помните, я говорил, что Сидик вывел формулу обратного бинома Ньютона и удивил весь научный мир? Можно сказать, что действительно удивил, потому что обратного бинома Ньютона не существует. В математике просто нет такой концепции. Да, есть бином Ньютона, есть там какие-то обратные уравнения, но что такое обратный бином Ньютона, это науке, как говорится, неизвестно. Даже сам Сидик не может толком сказать, что же он там вычислил. Я даже не знаю, что такое обратный бином Ньютон. Да, это Ньютон А3. Это формулу, я ее обратно делал, потому что вы делаете ватарок, который идет на члене, который опять перейдет на Землю без форосчета. Это на космосе моя формула использовали. В космосе, ватарок, который идет на другой планете, это моя формула использовали. То есть я вам не могу объяснить суть своей формулы, но ее используют в космосе. А работает она, видимо, потому что у ней внутри неонка. Ну а что насчет великого сражения Сидика и суперкомпьютера в 70-е? Руфов тоже нет, никаких. Более того, вызывает смутные сомнения даже существование загадочной американской телекомпании IBC, которая якобы проводила это испытание. То же самое относится к некой математической работе, которую Сидик Афган как-то раз послал в ООН. Послать в ООН – это буквально на деревню дедушки. Не исключено, что 18-летний парень из Афганистана реально думал, что наука работает именно так, и действительно послал свои расчеты в конверте, на котором написал «Доставить в ООН». Но понятно, что никакого ответа он не получил бы. Математический интеллект молодого ученого считается наивысшим в мире и взят под защиту ЮНЕСКО как достояние человечества. Еще СМИ часто упоминают, что Сидик находится под защитой ЮНЕСКО и входит в список достояния человечества. Сильное заявление – прямиком из 90-х, но в современном мире оно руинится парой запросов в Гугле. У ЮНЕСКО есть множество списков, но вот списка достояния человечества среди них не числится. Если заглянуть на официальный сайт организации, то можно увидеть, что в Афганистане ЮНЕСКО охраняет всего два объекта – минорет и археологические объекты в Джемме и культурный ландшафт в долине Бамиан. Ни первое, ни второе к Сидику отношения не имеет. Хотя можно было бы даже с этим не заморачиваться, если вспомнить, что в списки культурного наследия ЮНЕСКО входят только природные и искусственно созданные объекты, но никак не люди. Забавно при этом, что Сидик нагородил выдумок не только про свои международные регалии. Липецкий пятный учитель сам получил. Он, блин, даже приукрасил информацию об учебе в Липецком ПЕДе. Хотя, казалось бы, нафига? В общем, Сидик Афган уверяет, что получил там степень магистра, хотя такая степень в России появилась только в 90-х по мере введения баллонской системы образования. Зачем врать даже в таких мелочах? Только если из-за любви к искусству. Ну или потому, что степень магистра для предсказателя звучит солиднее степени специалиста. Дальше, как мы помним, Сидик поступил в аспирантуру Ленинградского пединститута. Но там он так и вовсе не доучился. Его просто отчислили. То же самое касается его научных работ. В смысле, их нет. Люди мне сказали, Сидик Афган, где ваша научная работа. На научную работу меня измените, пожалуйста. Сколько? Скажу, кто не верит. Вот. Ни сколько килограмм, короче. Вот эти книги, это... Вы мне сказали, целый контейнер у вас. Много. Люди не верят, поэтому я не скажу. Где-то объем одной комнаты, да? Объем целой квартиры. Люди пока не видят, не верят, поэтому я не хочу больше. Да-да, у меня несколько килограммов научных работ. Ответ настоящего ученого. Остается вопрос. Как Сидик мог получить столько наград и номинаций, если все его достижения оказались фейком? В смысле, награда Салют Величию, Человек Года по версии Кембриджа и вот это вот все. Мы же видели дипломы своими глазами. Неужели он смог как-то обмануть уважаемые организации? Но на самом деле все проще. Эти дипломы просто филькины грамоты. Если к ним присмотреться, то можно заметить, что выданы они конторой под названием Международный биографический центр, а вовсе не Кембриджем. И репутация этого центра просто огонь. Вся их работа это печатать любые дипломы с любыми званиями для кого угодно, кто готов заплатить. Могут выдать хоть медаль президента мира, хоть грамоту почетного агронома Германии. Международный биографический центр в 2012 году оказался в центре внимания агентства по борьбе с мошенничеством в Западной Австралии. В результате расследования выяснилось, что звание Международный профессионал года можно было получить всего за 325 долларов. Кстати, а вот и письмо-квитанция, которое подтверждает, что Сидик действительно переводил платеж биографическому центру. Зачем ты ее выложил на собственном же сайте? Что мы имеем в итоге? Ни один значимый факт биографии Сидика Афгана проверку не прошел. По сути, он живет в выдуманной им самим реальности, где он достояние человечества по версии ЮНЕСКО и профессионал года, чьи открытия используются в космосе. А чем же он занимается на самом деле? Может, не так уж важно, что Сидик выдумал себе великую биографию, если его философская математика работает и действительно предсказывает будущее? В конце концов, не зря же он заслужил прозвище самого точного предсказателя в современной России. Ну, давайте вместе проверим его точность. Невероятные прогнозы гениального математика из Афганистана, сделанные еще в 90-х годах, продолжают сбываться. Начать стоит с разбора уникальной математической теории Сидика. Ведь он уверяет, что делает прогнозы с помощью строго выверенных формул. Но что мы знаем об этих формулах? На самом деле, немного. Его математическая теория универсальна. Ее можно применить и для поиска полезных ископаемых, и в прогнозировании землетрясений, и в поиске преступников. Кстати, на счету Сидика 17 раскрытых преступлений. Если вы ожидали увидеть стройную лаконичную теорию, спешу вас разочаровать. Эйнштейн, подвинься. На арену выходит Сидик Афган и его формулы матрицы, кубы и числовые ряды. В открытом доступе можно найти первый том работы по теории Сидика Афгана. Правда, не на русском и не на английском, а на фарси. Называется книга «Магические квадраты». Там говорится, что для вычислений необходимо использовать 9 формул, по одной для каждого уровня расчетов. Из полученных значений строятся кубы, на каждой грани которых умещается 36 чисел. Получается вот такая абракадабра. Что с этим тессерактом делать дальше, где и с какой скоростью его вертеть, вопрос риторический. Это суммирование, это суммирование, это суммирование, это суммирование. Одинокое получается. Одинокое. Во-первых, Сидик не объясняет, какие именно данные принимать за переменные. Иначе говоря, совершенно непонятно, от чего строить расчеты, что нужно учитывать, а что не имеет значения. Впрочем, возможно, это закрытая информация, интеллектуальная собственность, как-никак. Поэтому передадим слово тому, кто в теории магических кубов разбирается лучше. Самому Сидику Афгану. Новый год, 10-1952 году родился господин Путин. Вот, 14-9-1965 году родился господин Медведь. У меня вопрос. Какие законы у меня есть между ними? Смотрите, виние математики очень легко покажу. Сколько идут разница между нами? Сколько? Скажите. Сколько старший господин Путин? Эльцин? 21. 21. Сколько господин Путин из президента России старший? Сколько? 13. А, молодец. Умни. Вот. Меня вопрос дает, что между собой отношения у меня 13 и 21. Сиди-ка, скажи. Смотрите, я что нашел. 21. Это 4 на 4 на 4. 13. Это 3. 3. Это 3. Спасибо, спасибо. Спасибо, господин. 3, 3. 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3. Все сумма, сумма, 3. 7, 7, 7. Это 1, 2. Извините. Это 0, 1, 2. 0, 1, 2. Следующий президент. Это X. Следующий президент. 4, 3. Это дорожевое. Сколько дорожевое? 2. 2, молодец. 2. Это 2. 2, молодец. 2. Это 0, 1, 2. Это получается. Да, это... 1965 год. Пулусин. У него рождение... 1972 год. Год рождения... Год рождения. Прямо сейчас вы стали свидетелями феерической математической акробатики и узнали, кто будет следующим президентом в России. Правда, великий математик назвал только год рождения следующего президента – 1972. Ну что ж, раз конкретики не будет, давайте попробуем сами догадаться, кого же имел в виду Сидик. Пишите ваши варианты в комментариях. Устроим математически верные и, главное, честные выборы. Вы меня рассмешили. Ладно, смех смехом, но давайте вернемся к нашим квадратам. На первый взгляд вычисление Сидика выглядит довольно просто. Тут прибавил, тут степень возвел и вжух получилось новое число. Впрочем, есть одно но. Такая красота расчетов у Сидика получается только в том случае, если конечный результат должен быть числом неизвестным, то есть датой некоего будущего события. А когда нужно получить точную дату уже известного события, в ход идут всевозможные математические ухищрения. Сейчас объясню. Обратили ли вы внимание на постер с портретами президентов в аудитории? Давайте присмотримся к нему повнимательнее. На постере приведены расчеты дней рождения российских президентов и дата окончательного распада СССР. Казалось бы, если теория Сидика на самом деле такая универсальная, как заявляется, то формулы хотя бы расчета дат рождения должны быть одинаковыми. А теперь посмотрим на расчетные формулы, которые использовал Сидик. В каждом случае это разные формулы. И дело не в том, что Сидик-Афган гений, а мы тупые и не понимаем его теорию. Просто теория не рабочая. И если бы он использовал одну и ту же формулу, его расчеты бы не сошлись. Поэтому приходится применять разные методы, чтобы подогнать решение под результат. Но это теория. Есть еще один критерий, куда более важный. Можно не понимать, как работает теория, но видеть, что на практике она работает. Так что давайте оценим, действительно ли предсказания Сидика сбываются с чуть ли не стопроцентной точностью. Начнем, пожалуй, с природных катаклизмов. При помощи собственной математической системы Сидик вычислил опасности, которые ожидают человечество в ближайшее время. Это формула Вселенной. Из нее мы вычисляем ближайшие даты неблагоприятных событий. Вот тут видно, что 15 февраля или 13 марта 2018 года на Земле может произойти какое-то серьезное природное потрясение. Как вы понимаете, глобальных катаклизмов, которые бы потрясли весь мир ни 15 февраля, ни 13 марта не произошло. Но Сидик Афган и не утверждал, что природное потрясение будет глобальным. Он всего лишь назвал его серьезным. А дальше никакой конкретики. Наверняка в каком-то уголке мира в этот день произошло землетрясение или прошел ураган. Вот постфактум можно приписать себе заслугу, что его-то ты и предсказал. Правда, с тем же успехом я могу заявить, что на следующей неделе кто-то обязательно погибнет в ДТП. И мое предсказание точно сбудется. Я же все рассчитал. В общем, понятно, что никакой конкретикой тут и не пахнет. Но все равно давайте посмотрим, как Сидик пытался предсказать конкретные события. Долгое время его излюбленной темой оставался СССР. В 90-м году он сделал сразу два громких предсказания. По утверждению Сидика, в 91-м Горбачев и Ельцин помирятся, после чего наступит победа перестройки. Как вы сами понимаете, победа была настолько оглушительной, что Союз не выдержал такого успеха и развалился. Еще Сидик уверял, что в 91-м тело Ленина предадут земле. За окном кончается 2023-й, а вождь по-прежнему лежит в мавзолее и вылезать оттуда не собирается. И ладно бы только это. В июле 1991 года он давал интервью журналу «Уральский следопыт», в котором назвал Михаила Горбачева выдающимся политиком и предсказал ему долгое и успешное правление. Объяснил он это умозаключение просто. Горбачев плюс Ельцин минус партия равно победа. Впрочем, уже через полгода вектор предвидения сменился. В декабре 1991 года Сидик сделал новый прогноз, по которому Горбачева ждала скорая отставка, потому что он должен был возглавить ООН. Смотри-ка, тут Сидик хотя бы на 50% дал верное предсказание. Правда и тут весь блеск стирается, если знать, что Сидик предсказал отставку Горбачева уже после того, как Россия, Украина и Беларусь подписали соглашение о ликвидации СССР. Что же помешало великому математику точно рассчитать события? Не иначе, как чертова дюжина. Сам дьявол со своими числами вмешался. И Сидика в расчетах сбил, и Советский Союз развалил. Советский Союз распался. Почему? Потому что 8 плюс 5 это 13. Очень плохое число. Ну ладно, ошибся, с кем не бывает. Магнитные бури помешали, плохие числа. Может в других прогнозах Сидик более точен? Что ж, уже когда Союз благополучно развалился, Сидик предрекал России великое светлое будущее. И очень скоро, к концу 90-х, по версии Сидика, Россия должна была перегнать Америку и Японию по уровню экономического развития. Хм, как у нас с этим обстояли дела 20 лет назад. Смотрим ВВП на душу населения за 2000 год. В Японии 39 тысяч долларов, в США 36 тысяч, в России 1771 доллар. Ну да, почти перегнали. Впрочем, это не значит, что Сидик ошибался во всем. В том же далеком 1991-м он предсказал, что Ленинград будет переименован в Санкт-Петербург. Удивительное дело. Может его магическая математика хоть и иногда работает? Может быть, но не в этот раз. Так как даже в такой не сильно важной мелочи он умудрился сделать предсказание уже, когда результат был очевиден. В смысле, Сидик сказал, что Ленинград переименуют в Питер через месяц после того, как там прошел референдум о переименовании. Удивительный талант. Другой громкий прогноз Сидика Афгана снова касался Советского Союза. Типа да, он, конечно, распался, но в 2011 году начнется движение за его восстановление. Появится новый тип коммунистического государства, основанный на духовно-нравственных ценностях и природно-социальных законах. Центром страны, конечно же, станет Россия, но вот начаться Красное Возрождение должно не отсюда, а внезапно из Украины. Если точнее, то коммунистическая идеология воскреснет в Чернигове и оттуда отправится заново покорять страны СНГ. В 2014 году тотальный провал пророчеств Сидика был очевиден для всех. Кроме, пожалуй, него самого. Казалось бы, какой рациональный выход можно найти в ситуации, когда ты легендарный математик-пророк, но твое предсказание оказывается фуфлом? Правильно, нужно закопаться еще глубже. Сидик не отказался от своего прогноза и снова начал рассказывать о возрождении СССР. В этот раз, по его словам, серп и молот должны будут засиять на знаменах постсоветских стран уже в 2025 году. Наконец-то граждане СССР смогут выдохнуть. Вот СССР. Это была самая справедливая страна. Теперь эту справедливость нужно нести в мир России. В общем, 90-е были интересным временем для Сидика Афгана. Он рассказывал про величие России, восстановление союза и таланта Горбачева. Но к концу десятилетия любовь к последнему генсеку сменилась на любовь кое-кому другому. Почему уважаю? Потому что он гений, умный человек. «Да здравствуйте», сказал господин Путин. «Да здравствуйте», сказал господин Путин. «Да здравствуйте, господин Путин. Да здравствуйте, великого советского народа, русского народа, культурного народа». Примерно тогда же его предсказания стали все больше походить на риторику официальной российской власти. Сидик обещал, что до 2025 года не будет больших войн, а период с 2025 по 1965 года станет новой эпохой процветания человечества. Америка же все это время будет уходить в небытие. Да и вообще, Штаты скоро станут государством-банкротом. Видели, какой у них госдолг? То-то же. Распад Америки Сидик сначала назначил на 2012 год, а когда ничего не произошло, то просто перепредсказал то же самое еще раз. Просто на другой срок. Год могу сказать, потому что в 2016 году Америка не будет на политической арене. Вот так вот не будет. В 2016 году Америка на политической арене США не будет. Америка перестанет существовать? Или что? Да, да. Америка рухнется. Когда? В 2025-2022 году. Такая вот непостоянная математика от Сидика. Однако злой рок судьбы, по мнению Сидика, настигнет не только США. Европе от его карающих расчетов тоже не скрыться. Если вы держите свой гос, то Европейский Союз не будет. Складывая и умножая цифры только ему известным способом, он определил период развала ЕС с 2027 по 2032 год. А вот Россия к 2025 году будет процветать и прекрасно себя чувствовать. Профессор Мохаммад Сидик Афган при помощи своего уникального математического метода также вычислил год расцвета российской экономики. Вот несколько формул, с которыми я работал. Я просчитал, благодаря им, что 2018 год для России будет означать начало старта экономических программ и денежного благополучия. А в 2025 году Россия станет очень богатой. Математический гений очень любит говорить о точности своего метода. Ведь математика – точная наука. Но когда дело касается предсказаний и экономических показателей, то точность куда-то пропадает. Никаких цифр Сидик назвать не хочет. Зато ловко использует размытые понятия, как, например, «богатая Россия». Не знаю, как насчет абстрактного богатства, но вот сейчас, в 2023 году, Россия по индексу качества жизни оказалась даже ниже Азербайджана. А помните, был такой коронавирус? Разумеется, Сидик потоптался и на этой теме. Путем хитрых вычислительных операций он выявил, что ковид был искусственно созданным боевым вирусом. А распространили его сатанинские представители мирового правительства, стремящиеся удержать власть на Земле. Это тоже новое оружие 21 веке. Это оружие. Кстати, Сидик с помощью своих формул обнаружил частоты электронно-информационного воздействия, которые борются с вирусом. Я нашел, какие элементы химические использовали для этого вируса. Элементы 34, 92, 26. Это объединили и сделали это вирусом. Против его формулы у меня есть. Саму формулу математик разглашать не стал, но показал структуру ковида. И рассказал, что он состоит из селена, урана и железа. Я, конечно, не микробиолог и судить не берусь, но сдается мне, что вирусы состоят из других элементов. Несмотря на то, что Сидик Афган вроде как просчитал коронавирус вдоль и поперек, ответить в эфире на вопрос ведущего, когда закончится пандемия, он так и не смог. Когда ковид закончится, скажите, вы начали говорить про пандемию. И это самое интересное, когда потом-потом? Когда о том заканчивается? Когда что? О том на оружие, когда заканчивается? А совсем недавно Сидик устроил очередную эпопею в эфире федерального телевидения. Новое предсказание было сделано на 17 июля 2023 года. В этот день должно было произойти нечто страшное. На горизонте мелькала настоящая ядерная угроза. Особое внимание посланник Ванге уделяет 17 июля этого, 2023 года. Вот такой год переломный. Это пророчество с удовольствием подхватили помойные СМИ. Поэтому охват аудитории получился колоссальный. И многие на самом деле с опаской ждали назначенные даты страшного события. 17 июля, уверен посланник Ванге, точно войдет в топ новостей. Но так уж вышло, что суперточный метод математика, который не срабатывает примерно, всегда не сработал и в этот раз. Ничего особо катастрофического 17 июля не произошло. Но Сидик не растерялся и опубликовал на своей странице в Facebook таинственный пост с утверждением, что якобы его пророчество свершилось. Для солидности к посту было прикреплено видео с очередным восхвалением Сидика, как удивительного точного математика-предсказателя. Типа инфа сотка. Такой человек не может врать. Из-за сильного дождя в селе Солянка Саратовской области подтопило около 100 домов и придомовых территорий. Пострадали более 180 человек. Власти объявили в селе режим чрезвычайной ситуации. Среди всего, что было набросано в видео, не было ни одного события, связанного с ураном. А я напомню, что именно об уране и ядерной угрозе говорил Сидик в своем предсказании. Это атом. 230 осень, это уран, опять атомный шантаж. Короче говоря, ни якобы выверенная математическая теория, ни подвешенный язык в сфере предсказаний Сидику-Афгану не помогли. Всякий раз, когда он пытался угадать какое-то конкретное событие, получалась откровенная лажа. Точность была только у тех предсказаний, которые касались уже произошедших событий. Но даже здесь Сидик иногда умудрялся садиться в лужу. Вот и получается, что гениальный математик на деле оказался совершенно не гениальным шарлатаном. Я не гадалка, я не гадал. Я нельзя по-мусульмански быть в будущем, кто без расчета делается. Если рассчитывается, может быть. Впрочем, несмотря на все провалы, в среде других предсказателей Сидик пользуется большим уважением. Многие считают почетным в своих прогнозах ссылаться на афганского математика. Для многих других эзотериков Сидик остается, если не авторитетом, то, по крайней мере, признанным лидером индустрии. Что, впрочем, неудивительно. Сидик Афган начал предсказывать будущее еще задолго до того, как на эту скользкую дорожку ступили его современные коллеги. Он своего рода мамонт предсказамус. Вот, например, некто мастер вселена подтверждает догадки Сидика, что Америку ждет крах. И если синхронизировать прогноз Сидика Афгана с тем, что я говорила, по-моему, в конце прошлого года или в начале этого, в общем, несколько месяцев назад, то да, я говорила, что Европу ждет распад, Америку тоже ждет распад, это неизбежно. Потому что это суррогатные механизмы старого мира, и они себя, по сути, изжили. А вот здесь уже нумеролог, выходец из битвы экстрасенсов, говорит, что Сидик прав. Когда предсказывают объединение России с соседями в 25-м году в некое подобие нового СССР. То, что говорят о последних предсказаниях, его математических вычислениях о России, здесь я абсолютно согласен. И в этом смысле Россия, конечно, она в перспективе именно 2000, я бы сказал, 2021 года-2025. Это процесс не одного года. Она будет, конечно же, объединять под собой союзные государства. А дата 17 июля 2023 года, которую с такой помпезностью огласил Сидик, произвела настоящий фурор. Множество пророков бросились эту дату подтверждать, как некий черный день в истории мира. Серьезная глобальная катастрофа 17 июля. Произойдет ли она вообще? Вы знаете, да, тройка мечей нам показывает, говорит о том, что человечество ждет какое-то горе, разочарование, слезы, разбитое сердце. Что будет 17 июля? Все этой даты боятся. Сидик Афган сказал, вроде чего-то ядерной угрозы будет. Что будет? Дамба в Киеве лопнет. И война будет идти к концу. Тогда давайте вернемся к дате 17 июля. По сути, это день проявления кармических даров Творца, источника творения, в виде кары или награды для всех живущих. Это значение также подтверждает вероятность проявления тех событий, о которых говорит Сидик Афган. Как говорил Сидик Афган, в районе 17 июля может произойти какое-то мощное потрясение. Я думаю, что именно здесь может произойти на Украине либо использование грязной атомной бомбы, да, ядерной. Это провокация, про которую говорили. Либо провокация, да, вот, которая может быть на атомных станциях. Получается интересная ситуация. Сидик Афган, который абсолютно ничего не может предсказать, поддерживается и федеральными СМИ, и шарлатанами калибром поменьше. Раз за разом они повторяют, что его предсказание сбывается, убеждая в этом и себя, и аудиторию. Думается мне, только за счет этой группы поддержки и нежелания людей проверять факты, авторитет математика худо-бедно болтается на плаву. Он выступает с конференциями в России и Афганистане. Кстати, билет на вечер самых точных в мире предсказаний от Сидика Афгана обойдется в 3-5 тысяч рублей. А еще, если у вас возникнет желание научиться делать расчеты судьбы с точностью 99%, вы можете купить курс Сидика всего за каких-то 4 тысячи рублей. И глядя на эти крошечные по меркам мистической сферы деньги, у меня возникает всего один вопрос. Есть ли Сидика Афган такой гениальный математик, может так точно предсказывать судьбу? Почему он просто не рассчитывал, например, результаты спортивных игр? Да и вообще, нахрена ему продавать эти курсы за 4 тысячи, если он мог предсказать взлет курса биткоина, разбогатеть и тихо уйти в закат? Вопрос риторический. У тебя очень интересная. Кстати, помимо его предсказаний, мне кажется, важно поговорить и о том, чего он не предсказал. На очередном эфире, всего за две недели до вторжения в Украину, Сидик Афган не увидел грядущей войны. Более того, он заявил, что войны не будет аж до 2055 года. Ванга, кстати, тоже предсказывала, что войны не будет. Впрочем, тут он всегда может сказать, что никакой войны нет, есть СВО. Аббревиатуру СВО он расшифровывает как священная военная операция. Аналогичная история приключилась с Сидиком и в 92-м году. Пророк делал предсказания о ключевых событиях 90-х и забыл уточнить некоторые детали. В 94-м году я это гарантировал. Никогда никто не может гарантировать. Вот молодец Борис Николаевич Есер, он гарантировал, через 80-м, максимум год, 93-й год нормализуется. Я так говорю, 93-й год, действительно, это преломный год. Между двое этап перестройка, между первой этап перестройка, вторая этап перестройка. В 94-м году, короче, экономика начинается нормализоваться. Нормализуется. Во-первых, Сидик не упомянул о путче 1993-го. А в нормулязующийся 1994-й он забыл включить черный вторник, когда произошел обвал рубля почти на 40% за один день. Ко всему прочему, он не сказал ни слова о грядущем тяжелейшем экономическом кризисе в 98-м году. И, конечно, Сидик не сказал о чеченской войне 94-96-го годов. Как-то много упущений для одного периода, не находите? Я так думаю, и возрождение духовное, то есть это полное возрождение духовное, между прочим. На период 2000-х математическое прорицание Сидика Афгана тоже покинуло. Период с 2002-й по 2005-й он обещал России благополучие и спокойствие. Плохой в этом году ничем не ожидается. Короче, будет благополучие. Да вот только именно в эти годы произошло множество ужасных трагедий, включая захват школы в Беслане, Норд-Ост и другие теракты. Думаю, на этой ноте можно подвести заключительный итог. Вся биография Сидика Афгана, скорее всего, вымышленная. Его расчеты не работают. Да и говорит он то, что от него хотят услышать на федеральных каналах. Что во всем всегда виновата Америка, что в будущем Россия станет великой, а Запад падет. Тут он напоминает слегка сумасшедшего деда, который забыл выпить таблетки. Мне кажется, что Сидик Афган стал заложником самого себя. Он однажды написал работу, поверил в нее и понес в народ. А народ неожиданно запросил добавки. Возможно, Сидик и сам понимает, что его расчеты не работают. И все это профанация. Но сейчас уже слишком поздно, чтобы сдавать назад. Он стал популярен, его приглашают на телевидение, к его словам прислушиваются. Что ему остается? Вот он и вынужден всюду таскаться со своими картонными кубиками и плясать под дудку тех, кто зовет его в эфир. И, возможно, даже радуется такому вниманию. Ну а все, что Сидик после себя оставит, это псевдонаучная математическая теория и сотни несбывшихся предсказаний. Закономерный итог не слишком честной жизни. Ислам и христианство станут братьями. И после их дружбы братство евреев тоже присоединится к ним. Они становятся едины, потому что они все родственники. И после 2025 года они будут жить вместе со взаимным пониманием. Именно поэтому Крест и Кааба стали едины. Религии исчезнут, и умные люди всех религий объединятся. За бористое шмаря.